Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 14 декабря 2022 года, получают продолжение истории с так называемым путчем в республике Германия. И появляется информация вот такого содержания, а именно то, что заговорщики, кроме того, что планировали штурмовать Бундестаг, по сути, замышляли физическую ликвидацию Шольца. Транцлера Германии. Я лично считаю, что это хоть и кажется какой-то такой вот наивной сказкой, хоть и кажется, что это какая-то постанова, выдумка, но разве, смотрите, не было в истории человечества, что даже один человек менял ход истории империи. Я лично считаю, что это реальная история, но хочу напомнить также, что западные спецслужбы, в том числе особенно спецслужбы Германии, это спецслужбы не которые кому-то напрямую подчиняются, а они служат народу Германии. Немцам они служат. И там законности придерживаются, ну, хотели сделать. Особенно я вижу это потому, что Шольц изменился кардинально. Раньше он вообще не говорил, или вернее, из всех 100% его речей в пользу Украине были только процентов 20. А сейчас же все кардинально изменилось. Заявления начали быть жестче, высказывания быть жестче, и позиция стала более лояльной к Украине. А чего это так произошло? Ну, вы вдумайтесь. Вы, транслер Германии, законно избранный, гематротический, узнаете от спецслужбы, что вас планировали физически ликвидировать. Такая-то шайта заговорщиков. Причем, не каких-то там людей со стороны, а людей, которые были во власти, которые были знаменитые и тому подобное. И ниточки вот эти, ну, даже не ниточки, а троса эти, канаты эти вели и ведут в Российскую Федерацию. Как вы будете относиться к тем людям, которые к вам, вас хотели физически ликвидировать? Конечно, вы будете их попросту ненавидеть. А те структуры, которые за этими людьми стоят, вы будете делать им все наперекор. Это элементарно. Я лично считаю, что со временем мы узнаем многое о этих заговорщиков. Напомню, что среди этих заговорщиков была цель сделать переворот, и там был гражданин, допустим, и Украины, и Европейского Союза. Вся вот эта махина пропаганды российской уже просто на все стороны брызжала бы этой слюною и говорила, что это заговор Запада, что украинские националисты и тому подобное. Я лично считаю, что со временем, буквально в течение этих полгода, мы узнаем очень и очень, конечно, странные и страшные вещи. И это будет только мизерный процент того, что спецслужбы реально накопали. Но будет очень интересно наблюдать, как будет проходить суд над этими людьми. Вот тогда, когда будет суд, если будет суд отрытый, это будет, конечно, картина, как говорится, маслом. Посмотреть, что это будет, как будут выясняться, куда ведут эти все, так сказать, цепочки, эти троса, канаты, куда ведут. А я знаю, а я лично, даже без следствия этого, понимаю, что ведут они в Российскую Федерацию. Потому что переворот вот этот планировался под целью того, что Германия стала ненезависимой. То есть все вот эти путчисты планировали выход с Европейского Союза и отдаление от всех вот этих ценностей Европейского Союза. Пусть многие эти ценности декларативны, но все же тому это выгодно. Я лично, мое субъективное мнение, мнение простого человека, мнение человека, который знает вот такой вот объем информации, пусть с прессы, пусть минимальный, но с этого минимального объема информации я лично делаю вывод для себя, что корни вот этого возможного и планируемого путча лежат в Российской Федерации, в спецслужбах Российской Федерации. Я могу оказаться неправ, как любой человек, но это моя мысль и я ее вам так сказать говорю. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и обязательно высказывайте свои мысли в комментариях. Интересно почитать, что мы все думаем по поводу этого. Субтитры сделал DimaTorzok